Привет, интернет! С вами Илья, и это новенький топ игр на канале Игродень. Ставим 1000 лайков под этим видосиком, и как только обзор наберет нужное количество, так буквально сразу же я сяду делать новую подборочку игр. Ну а так, не теряем время, и давайте поскорее начнем. Погнали! И первая игра на сегодня это Tier Enemy Strike 2, продолжение первой части красочного экшена. Игра начинается там, где кончается оригинал, то есть с поголовного вторжения инопланетян. Все куда-то бегут, стреляют, и посреди этого хаоса вы вооружены до зубов. Командование бесконечно ждет задачи, а ваша цель это перестрелять всех врагов, попутно модернизируя свое оружие и броню. Игра бесплатная, и как тиры весьма затягивающие. Не знаю, все в курсе или нет, но я все-таки сообщу, что вышла Star Wars Galaxy of Heroes. Это пошаговый РПГ для наших андроид-устройств. Собираем могучее подразделение светлой и темной страны из героев, как джедаев, так и ситхов. Формируем отряды, подбираем персонажей с дополняющими характеристиками, и принимаем различные стратегические решения. Вырабатываем наилучшую стратегию для победы в битвах, проходящих в культовых местах. Игрушка для настоящих фанатов данной серии, поэтому если вы любите Звездные Войны, то думаю вам такое понравится. Ну а мы идем дальше, и следующий участник нашего обзора это довольно-таки яркая игрушка Space Transfer. Вашему астронавту необходимо перебраться с одного космического корабля на другой. Наши герои находятся в невесомости, и поэтому задача будет очень сложной. Перемещаем платформы снизу и сверху, когда астронавты вылетают из корабля, и при этом предугадывая место их приземления. Игрушка также бесплатная, она довольно прикольная, поэтому рекомендую. Rock Runners это очень динамичный раннер. Это игра на андроид, которую возьмете под свой контроль энергичного бегуна, который будет прыгать, бегать и преодолевать препятствия. А они на самом деле на каждом уровне становятся все сложнее, разнообразнее, и все в таком духе. Применяем все свои навыки, чтобы пройти все уровни и собрать как можно больше монет. На мой взгляд, это довольно интересная игра для любителей раннеров, и прорисовано здесь все очень качественно, поэтому советую. Please Don't Touch Any Seen. Это криптографическая игра-загадка про перерывы на уборную, отвертки и ядерные взрывы. Заменяя коллегу, ушедшего в уборную, вы оказываетесь напротив загадочной панели, всего с одной деталью, это красная кнопка. И с того момента, как вам точно дали понять, что ничего трогать нельзя, вы только и думаете о том, как нажать эту чертову кнопочку. В игре присутствует 11 концовок, и разные комбинации механизмов приводят к одной из них. Поэтому вы можете считать, что прошли игру только тогда, когда найдете и разгадаете их все. Стоит игрушка 347 рублей. Появилась первая глава игры, Desire. Главным героем данной игрушки является подросток, страдающий особой формой идальтанизма с рождения. Из-за этой болезни наш герой часто молчит, он нерешителен и не ощущает радости от своего жизненного пути. Нам ничего не остается, как отыскать ответы на многочисленные вопросы и найти хоть какой-то смысл существования. Для этого мы отправляемся бродить по улицам родного города в надежде узнать что-то важное. Игра на самом деле очень грустная и с глубоким смыслом, поэтому советую поиграть. Ну и последнее на сегодня и на мой взгляд самое горячее. Это красивый квест под названием Facility 47. Вы просыпаетесь в одиночестве в камере, в которой очень холодно и нет ничего кроме снега. Окинув взглядом вокруг, вы обнаруживаете бутылочку с запиской. Вам предстоит выбраться из этой научной лаборатории, которая находится в самой заднице Антарктики. Решая массу головоломок, чтобы остаться в живых и не замерзнуть, игра стоит 308 рублей. Ну что ж, а на этом мы на сегодня заканчиваем. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть Android. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорой встречи. Пока!